Удивительное дело. 21 год, прямо скажем, невеликий возраст. И только, пожалуй, в России талантливого игрока могут банально забыть даже в такое время. Возможно, это удивительно прозвучит для болельщиков ЦСКА, но еще в начале 2013 года за пределами армейского клуба фамилия Щенников была практически забыта. В 21 год. Георгий стал удивительной жертвой своего слишком раннего дебюта. Аж в 17 лет он удивил страну умелой игрой, и эти 4 года стоит рассмотреть особенно подробно. Для действительно талантливого футболиста, коим Щенников безусловно является, 14 матчей за молодежную сборную – это слишком много. В России не выстроена система реального привлечения игроков оттуда в основную команду. Даже в клубном футболе есть понятие футболиста, переросшего дубль. Речь о той ситуации, когда ни один дополнительный матч на низком для игрока уровне никакого опыта не прибавляет. Напротив, есть колоссальный шанс для того, чтобы невольно снизить требования к себе, ведь в запасе никто особенно не заметит разницы. И Щенникова просто мариновали в молодежке. Его особо и не пытались привлечь к основной сборной, хотя как минимум в ротации Георгий был более чем годен. Раз адвокат так сильно не желает видеть Щенникова, может быть, он действительно плохой игрок? Уверен, многие так подумали, а часть людей так и вовсе уверила себя в этом. Но надо смотреть правде в глаза. Щенников – отличный защитник. Все современные игроки и его амплуа чаще всего только в заявке числятся как защитники. На деле все они латерали, мастера атаки, гении дриблинга, авторы сумасшедших голов. Но, увы, в своем воображении, конечно. Какой нынешний крайний защитник не хочет быть похожим на Дани Алвеса или Марсела? Как ни странно, именно Георгий Щенников. Его основная задача – отбирать мячи, прессинговать, опережать соперника. И он справляется с этим. У этого парня нет проблем с комплекцией. Он маневрен именно настолько, насколько нужно, чтобы не уступить своему оппоненту. Его профессионализм проявляется и за пределами поля. Щенников не считает нужным распыляться в интервью, поэтому многие и думают, что Георгий – робкий, напуганный футболист. Он не может ничего сказать. Но это позиция идиотов, которые не могут понять главного. Нужно не говорить, а делать. Щенников сделал все, что нужно, и Фабио Капелло уже видит Георгия в сборной. Так что ситуация изменилась, друзья. Вы действительно забыли про него? Так пора вспомнить. Вспомнить все о Георгии Щенникове. Это был проект «Футбольные россияне». У микрофона был Михаил Закиров. Верьте в Россию.